За Байкалье Черная Пятница официально начнется, как и положено, 26 числа и продлится до 28 ноября включительно. Наибольшим спросом среди населения в великую и ужасную Черную Пятницу, как правило, пользуется бытовая техника, смартфоны и всевозможные умные гаджеты. Но не отстает и одежда, в ход идут все цвета и размеры. Думать, как говорится, некогда, нужно срочно бежать к кассе. А с чем носить и кому подарить товар, купленный по скидке, придется разбираться уже дома. Массовой истерии у полок с товаром уже нет, времена не те. Мнения забайкальцев в итоге разделились почти поровну. На тех, кто ждет и пользуется предложениями маркетологов, и тем, кому все равно, в какой цвет окрасится пятница уже на следующей неделе. Им просто фиолетово. Положительно. Что-то уже прикупили? Пока еще нет, но отношусь положительно. Нормально. Ну, как? Замечательно. Но ими не пользуюсь. Все хорошо. Я не пользуюсь. Хорошо. Они практически не меняются, я думаю. Без разницы вообще, никак. Планируете что-то прикупить? Да нет, вроде бы. На чем больше всего можно сэкономить? На чем сэкономить? Ну, явно не на здоровье. В привычной суете и спешке совсем малая часть опрошенных на секунду задумались о приближающихся днях больших скидок. Может, уже действительно пора? Например, подумать о новогодних подарках для родных и близких заранее, без истерии, которая случается в магазинах 30 декабря. Но все-таки большая часть читинских шопоголиков никуда бежать не намерена. Поддерживая ограничительные меры, они останутся дома. Ведь ловить скидки и снимать сливки с распродаж можно и в интернет-магазинах. Для кошелька навряд ли, а вот для здоровья более чем выгодно.